Но теперь переместимся как раз в Россию, потому что там тоже происходит эскалация без желания центра. В Чечне неизвестные расстреляли Урал сотрудников Росгвардии. Нападение произошло около полудня в станице Петропавловска и Грозненского района республики. По предварительным данным, в результате нападения один военнослужащий погиб, еще один получил ранение, нападавшие скрылись. С чем причины этого нападения, я не знаю. Но, как вы знаете, я довольно долго уже говорю о том, что, в принципе, нынешняя идея России, идея ее войны, идея насилия как такового, идея правосильного, она распространяется не только вовне, но и, безусловно, вовнутрь. И, безусловно, всевозможные межэтнические конфликты, всевозможные замороженные конфликты, они будут размораживаться и будут переходить в горячие конфликты. Еще один пример — это погромы в Коркино. Там случились беспорядки. Это город Коркино, Челябинская область. Там были задержаны 40 человек накануне. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Все беспорядки, которые местное издание 74.ру назвало погромом в цыганском квартале, вспыхнули в четверг после убийства женщины, в связи с которыми задержан 17-летний юноша. Местные жители обвинили в этом убийстве представителей цыганской общины. Собеседник Интерфакса сказал, что по ходу волнения легкие ранения из дробовика получили двое молодых мужчин. Спокойствие в городе якобы восстановлено, но в какой-то момент было очень напряженно. Там приезжала Росгвардия, спецназ, там просто готовились к погромам и так далее. То есть все это нарастает. Нарастает, причем по экспоненте всего этого будет больше, потому что сейчас это еще подогревается всевозможными зетниками, русскими общинами и прочей хренатой. И они уже реагируют так, что вот смотрите, опять нас щемят, опять дом ущемят, давайте все сжигать, давайте всех убивать и так далее. И собственно, когда идеологией России стала идеологией ненависти, вопрос массовой резни это вопрос исключительно времени, а не того, случится это или нет. Поэтому если там вы в России, вы хотите какой-то безопасности, вы хотите какого-то будущего, вообще в принципе его наличия, то безусловно нужно делать все возможное, чтобы во-первых война закончилась здесь сейчас, а во-вторых, чтобы Владимир Путин больше не был у власти. Потому что единственное, что умеет делать Путин, это сеять хаос. Сеять его на Западе, в Красном море, в Иране, в США и где угодно еще. Но хаос этот приходит безусловно и в Россию, потому что по-другому он не умеет. В Курской области ВСУ продвинулись к юго-востоку от Коренева, а десантники из 82-й штурмовой бригады показали дорогу смерти для российских войск. На ней куча уничтоженной техники в СРФ. Путин называет это все «ВСУ в Курской области окружены». Где находится это окружение, не понимают даже ЗЭД-блогеры. Российские солдаты, записавшие видео, в котором просили военную прокуратуру проверить их командира, который по их словам пьяный отдавал неадекватные приказы, мертвы. Все, кроме одного из них. Об этом сообщают ЗЭД-каналы. И снова надежда, царь хороший, бояре плохие, не оправдалась. Файтер-бомбер рассказывает дивную историю, как летчиков ВКС наказали за фотографию жалобы на бомбе. Виноватых найти не смогли, поэтому наказали первых попавшихся. Воздушное братство мощно и решительно затерпело. А вот в Чечне у кого-то терпение кончилось, и они напали на транспорт Росгвардии, убив сотрудника этого ведомства. На десерт разгадана одна из тайн человечества. Чего это Маск, поддерживший Украину в 2022 году, в какой-то момент стал распространять российскую пропаганду и способствовать ее продвижению в Твиттере, который он купил? На ответ не заставил себя долго ждать. Эксцентричный миллиардер регулярно разговаривает с Путиным и даже по его просьбе отключил Старлинки в Тайване, чтобы сделать приятно товарищу Си. Такой вот независимый фри-тинкер. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке. Поддержать его вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия очень помогают продвигать и канал, и конкретное видео. Поэтому если вдруг вы думали, нужен знак, чтобы подписаться на этот канал, вот он этот знак. Подпишитесь обязательно. Всем, кто уже подписан, низкий поклон. Всем, кто ставит лайки, комментарии, два поклона. Итак, начинаем с Курской области. Часть подразделений украинской армии, участвующих во вторжении в Курскую область, блокированы и окружены российскими военными. Это заявил на пресс-конференции по итогам саммита BRICS в Казани Владимир Путин. Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена. Это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки развлокировать эту группировку извне, прорваться изнутри. Пока безуспешно российская армия приступила к ликвидации этой группировки. И это полный бред. Это вообще не соответствует действительности. Об этом не пишет ни один Z-канал, ни один аналитический канал. Никто не понимает, о чем речь. Площадь захваченной территории в Курской области за последние 10 дней сократилась примерно на 45 квадратных километров. Это свидетельствует данные украинского асинт-проекта Deep State. При этом сокращение произошло в основном за счет перехода в серую зону. То есть это не то, что Россия начала контролировать какие-то населенные пункты. Нет, просто в этих населенных пунктах идут бои. Украинские войска контролируют 615 квадратных километров, а в расстоянии на 14 октября контролировали 660 квадратных километров. Еще 309 квадратных километров проект считает серой зоной. То есть суммарно Россия не контролирует почти тысячу квадратных километров Курской области. Данные Deep State в целом соответствуют оценкам американского института изучения войны, который в начале октября классифировал 940 квадратных километров как территорию военных действий. Ни Deep State, ни института изучения войны не сообщали об окружении подразделений ВСУ в Курской области. Что интересно, в начале российского наступления в Курской области, нового российского наступления 10 октября, я за ним пристально слежу и вас информирую, как вы помните, тогда действительно несколько задканалов рассказывали, что в Ольговой Любимовке окружены некие украинские силы. Я еще тогда говорил, что это какая-то ахинея, и что типа это маневренная война, где позиции перемещаются от одной армии к другую, переходят, где есть атаки, контратаки, и никакого окружения, по крайней мере, серьезного окружения на тот момент не было и в дальнейшем тоже. И спустя две недели Z-каналы отказались от концепции окружения украинских войск и перестали нести эту ахинею, но, видимо, Путину об этом забыли сообщить. Интересно вообще, насколько он искренне это говорит, ну то есть, типа, может быть, действительно ему сказали вот это вот, либо, может быть, он намеренно врет. Непонятно, но в любом случае, вообще, 2000 человек в окружении это не совсем окружение, да, особенно когда там, я не знаю, есть пути снабжения, потому что, ну смотрите сами, мы, во-первых, видим, что у ВСУ есть снабжение в Курской области, мы видим, когда туда приехали абрамцы и вошла 47-я бригада, мы видим, что, типа, группировка ВСУ ведет довольно интенсивный огонь, что группировка ВСУ убивает российских солдат и уничтожает российскую технику, да. Если у тебя есть снабжение, то это значит, ты не в окружении. Довольно простая мысль. Более того, ВСУ это довольно стабильная линия снабжения в Сумской области, суд же является таким транспортным хабом для, ну транспортно-пологистическо-боевым хабом для группировки ВСУ, и нигде у них нет отрезанных подразделений, которые бы, ну, не имели возможности связи. Да, в течение вот последних, ну, с 10 по 25, 15 дней, бывали разные случаи, какие-то отдельные группы могли оказываться в полуокружении, где-то были тяжелые ситуации, где-то приходилось прорываться и российским, и украинским войскам, потому что в Курской области маневренная война. Там не война на истощение, там не война, когда за каждой сторон закреплены определенные позиции, и вот они, значит, там перестреливаются и медленно продвигаются. Нет, там маневренная война. Там одни зашли, вторые зашли, этих отрезали, потом те отрезали, перегруппировались, да, там потери у обеих сторон имеются. Россия тоже вот в последние несколько дней публиковала кадры с убитыми винаслушащими ВСУ. Там, правда, они обычно берут труп и фотографируют его с трех-четырех ракурсов, значит, ну, я просто все посты отсматриваю с любыми, так сказать, с обеих сторон, с любыми данными объективного контроля по уничтожению техники, по уничтожению солдат. И вот если украинцы в основном выкладывают видео, да, на котором ведут подсчет, ну, вот как выкладывает, например, 95-я бригада, полецкие десантники, которые занимаются уничтожением 155-й бригады морской пехоты, про которую я недавно рассказывал, значит, у них там видео, и вот они такие раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четырнадцать, да, показывают, то у российских затканалов немножко другая тактика. Они берут труп, один, два, фотографируют с самых разных ракурсов и выкладывают под шторками, типа, вот, украинских солдат, хотя, по факту, когда ты начинаешь их считать и сравнивать изображения, получается, что их двое-трое. Это тоже много, ну, то есть, любая потерянная жизнь украинского защитника, это большая трагедия, на мой взгляд. Но если мы посмотрим все данные объективного контроля по количеству уничтоженной техники, по количеству уничтоженных солдат, то Россия будет совсем не в плюсе. Что еще пишет Институт изучения войны по поводу Курской области? Забавно, что именно в момент, когда Владимир Путин рассказывал, что ВСУ окружены в Курской области две тысячи солдат, значит, в этот же момент Институт изучения войны писал, что украинские силы продвинулись к Юго-Востоку от Куренева в пределах главного украинского выступа в Курской области на фоне продолжающихся российских атак в этом районе 24 октября. Точнее, они не в этот момент это писали, они писали это уже в своей ночной сводке, про то, что происходило собственно вчера. То есть, в момент, когда Владимир Путин рассказывал про то, что ВСУ окружены в Курской области, ВСУ в этот момент там продвигались. Геолоцированные кадры, пишет Институт изучения войны, опубликованные 24 октября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись вдоль реки Снагольск к северу от Дарина и, вероятно, сохраняют позиции в Дарина и Николаева-Дарина. Кстати, Дарина и Николаева-Дарина, я напомню, значит, в конце сентября, начале октября брал лично Аптиал Удинов, рассказывавший, что мы вот, типа, освободили Дарина и Николаева-Дарина. Тогда, правда, все за канал написали, что он... не правду говорит. Вот. И как бы с того момента, ну, никто вновь не брал Дарина и Николаева-Дарина. Впечатляющие кадры также выкладывает 82-я десантно-штурмовая бригада украинская. Они публикуют видео о дороге смерти для российской техники в Курской области. Вот какими словами они сопровождают свой пост. Дорога смерти в Курской области, пишут они. Это путь, услан уничтоженной вражеской техникой. Выигрыш и след, оставшийся враг, терпя поражение, бросал эту самую технику. Десантники 82-й ДШБР и другие подразделения вооруженных сил Украины методически стирали военную технику противника с лица земли, оставляя только пожарища и обломки от так называемой второй армии мира. Наибольшей потерей техники понесла печально известная 155-я бригада морской пехоты. Также, как вы видите, они тоже делают упор на 155-ю бригаду морской пехоты. Почему на бойцов этого соединения идет усиленная охота украинских солдат, я рассказывал в недавнем видео, которое, к сожалению, получило 18+. Мне тут недавно писали, Майкл, спасибо, ну, патроны написали в чате для патронов, что типа, Майкл, спасибо, что вот теперь в сводках так много именно видео, где, значит, танки едут, там стреляется, взрывает. Я говорил, ребята, ну, как бы, эти видео очень несложно добавлять в сводку, есть одна проблема. В какой-то момент, значит, Ютуб жалит пчела в жопу, и он такой, буду 18+, на все ставить. Ну, видео про 155-ю бригаду морской пехоты я понимаю, потому что там видео состоит на 70% из видеозаписей трупов этих самых солдат 155-й бригады морской пехоты, заблюренных, но тем не менее. Ну, в общем, да, короче, Ютуб снова собирается лютовать, поэтому, наверное, в ближайшее время количество видеозаписей с боями будет снижено, мы будем еще сильнее все блюрить. Вот, если хотите смотреть оригиналы, приходите в мой Телеграм-канал, накипело, это не то чтобы реклама и байт, потому что я там не то чтобы переживаю за свой Телеграм-канал, я не до конца понимаю, зачем он нужен, вот, но тем не менее, там я постараюсь вот репостить и выкладывать вот эти самые видео, опять же, если там нет прям слишком какого-то мяса и слишком каких-то трупов, поэтому Телеграм-канал накипел, если что, переходите. В любом случае, то, что мы видим, вообще не похоже на окружение группировки ВСУ в 2000 человек. Более того, некоторые Z-блогеры, такие как Подоляк, вообще говорят, что, слушайте, ребята, ну, в ближайшее время, может быть, мы вообще там откатимся и все будет довольно плохо. По факту, на данный момент результатом 15 дней наступления, больших потерь в технике, впервые, кстати, на СИО, с момента наступления российских сил в Курской области, впервые начал фиксировать, что российская сторона именно в этом регионе теряет больше техники, чем украинская. Да, то есть это, ну, довольно значимое событие, означающее, что ВСУ по факту в обороне, а российская сторона по факту наступает и вот там начинают наваливать этой самой техники. Так вот, история заключается в том, что спустя 15 дней мы можем фиксировать лишь то, что украинские силы отошли из Ольговки и Любимовки, из двух населенных пунктов. Более того, поскольку, опять же, речь идет не про войну на истощение, а про маневренную войну, там все, что угодно может произойти в любую секунду. Как обойти, зайти с тыла, еще чего-нибудь, то есть там очень быстро все меняется, поэтому строго ориентироваться на карту довольно проблематично. То есть очень большая серая зона, которая не является зоной контроля одной из сторон. Ну, за Курской областью в любом случае мы с вами будем продолжать наблюдать. Пока со всеми оговорками про потери, со всеми оговорками про то, что все равно это война и все равно это смерти, пока у ВСУ там все довольно стабильно хорошо. Ну, то есть не видно, что есть хоть какие-то возможности, что Россия выбьет ВСУ из Курской области в обозримом будущем, ну, то есть, я не знаю, в октябре или в ноябре или даже в декабре. Пока я лично этого не просматриваю, но кто я такой, чтобы это просматривать. Что касается российских подтвержденных успехов, существующих не только в воображении Владимира Путина, Дипстейт фиксирует передвижение российских войск в Селидово на Покровском направлении, также в Константиновке и Смайловке на Кураховском направлении возле Богоявленки на Угледарском выступе. Следует понимать, что ложь погубит не только смежные подразделения, но и буквально все и всех пишет канал о ситуации, которая сложилась в Селидово за позавчера и вчера, как они сообщают. Эксперт финской асинт-группы Blackbird Group Джон Хеллен пишет про обстановку в Селидово, где российские войска возобновили наступательные действия. Согласно анализу Хеллена, в СРФ добились тактических успехов, используя тактику просачивания между украинскими позициями и выявляя слабые места в украинской обороне. Ситуацию в Селидово и окрестностях Хеллен описывает как напряженную, с возрастающим давлением на украинскую оборону. Украинский военный, ведущий телеграм-канал «Офицер», пишет, что бои идут буквально во всех частях Селидова. Вражеская пехота проскакивает во все щели и не закрепляясь идет дальше, то есть тотальная серая зона. Тем не менее, для нас это не лучше. К примеру, вчера россияне забросили видос с тряпкой на многоэтажке, в тот же день по ней отработали по этой многоэтажке, но наши подразделения там не закрепились. Другой украинский военный, Станислав Бунятов, пишет, что в Селидово россияне заходят целыми взводами. Экипажи FPV-дронов говорят, что не справляются с таким потоком, хотя делают более ста вылета в день, атакуя исключительно пехоту. Пленные, которых успели допросить, по словам Бунятова, сказали, что заехали свежие резервы, которые отправлены захватывать то, что по докладам уже захвачено. В Селидово сейчас одна из самых тяжелых ситуаций. В принципе, Россия наступает, тяжелая ситуация и не прекращалась все эти почти уже три года, и украинские военные продолжают сдерживать российские войска и, собственно, пытаются не допустить их дальнейшее продвижение. Судя по всему, по Селидово есть какие-то и управленческие проблемы, что следует из того, о чем пишет Дипстейт. Насколько серьезны эти проблемы и что там сейчас происходит, пока непонятно. Будем надеяться, что Дипстейт расскажет, в чем там, собственно, дело, потому что Кородак, бригада, которая там находилась, показала свое невероятное мастерство, буквально остановив российское продвижение на Покровском направлении в августе. Когда, помните, все панически писали, что вот, в России уже все будет сейчас у Покровска, значит, по факту в Селидово российское продвижение было остановлено, да, и как, значит, Кородак наваливали по ним, и как россияне ничего не могли с этим сделать. Сейчас мы видим, что Россия организует накат за накатом, что, видимо, резервы были заброшены туда, потому что Россия хочет любой ценой проломить Селидово. По факту Россия остается не так много времени до судьбоносного момента, который повлияет на всю войну, а именно, к сожалению, я вынужден это констатировать, что судьбоносный момент — это выборы Соединенных Штатов. Нравится ли мне ситуация, когда многое, в том числе в этой войне, зависит от того, кто победит в Соединенных Штатах? Нет, не нравится. Это катастрофа абсолютная. Но, тем не менее, это факт. И от этого будет зависеть очень многое на линии фронта, поэтому до 5 ноября будет невероятно тяжело. Поэтому украинские военные, как могут, пытаются российские войска сдерживать. Очень важно, чтобы качественная информация передавалась наверх к тем, кто принимает решения по поводу того, как должна происходить оборона, и чтобы, соответственно, командиры принимали взвешенные и адекватные решения. Потому что на Покровском направлении, напоминаю, с этим большая проблема у ВСУ была и, судя по всему, остается с момента Очеретинского прорыва. Большая публикация в «Украинской правде» об этом выходила, и я для вас ее озвучивал. Вы можете найти на канале. Поэтому, во-первых, безусловно, пожелаем удачи воинам ВСУ и будем им всячески помогать. А с другой стороны, конечно, просим, надеемся, что командование, которое на тех направлениях заведует всем и принимает решения, будет адекватно воспринимать реальность, потому что стратегия, которую использует Украина, а именно максимально эффективное стачивание российских войск, то есть сделать так, чтобы Россия больше теряла, чтобы не хвататься за землю любой ценой, не пядя врагу, нет, это военно-настощение, это бессмысленная тактика, а именно наносить максимальные потери из удобных положений и отходить в тот момент, когда положение перестает быть удобным. Это приводит нас к вопросу, вообще побеждает ли Россия в нынешней войне, побеждает ли Россия сейчас или нет, или как воспринимать, вот уже год, да, Россия идет вперед, Россия давит, постоянно какие-то сообщения о российских продвижениях, может сложиться впечатление, что Россия все, триумфально скоро зайдет в Киев. На самом деле, на мой взгляд, самый большой успех России это преимущество в нарративе. Понять стрелочки на карте гораздо проще, чем цифры уничтоженных единиц техники, хотя в войне на истощение второе гораздо важнее. Хочу показать вам лишь один пример, почему то, что Россия делает уже год, беспрерывное наступление, невозможно считать успехом. Возьмем самое успешное российское направление, Покровское. Именно там РФ имела основные успехи за этот год, причем в основном за последние месяцы. Что мы потеряем? 1919 единиц техники потеряно с российской стороны на Покровском направлении, с украинской стороны 393. То есть это соотношение почти 5 к 1. Это успех? Это триумф? Это неминуемая победа России? Конечно нет. Значит ли это, что у ВСУ все хорошо? Нет, у ВСУ тоже полная жопа. Давайте говорить прямо. Факт в том, что прямо сейчас, на мой взгляд, в войне проигрывают обе армии. Нет явного лидера. На стороне России пушечное мясо, которое она сама расстреливает в случае отказа выполнять приказы. Об этом мы сегодня еще поговорим. Также одной из главных преимуществ России ее партнеры. Они не стесняются и не боятся выборов. Поэтому КНДР спокойно посылает ракеты и артиллерию, никак не ограничивая их применение. А Иран с первого года войны снабжает ударными беспилотниками российскую группировку. Пока Байден ковыряется в носу трясес от страха, что дальнобойные удары по РФ западными ракетами на что-то там спровоцируют Владимира Путина, Россия херачит с северокорейскими КН-23, в том числе и по Киеву. И даже не думает каким-либо образом уточнять, что по этому поводу думают США или Шольц. Один из парадоксов этой войны в том, что несмотря на тотальное количество преимущества РФ почти по всей номенклатуре технических средств, от снарядов, бомб до самолетов и танков, со связанными руками воюет именно Украина. Но если вы считаете, что в войне на истощение потери 5 к 1 за 2000 квадратных километров, минус 900 квадратных километров, которые РФ не контролирует в Курской области, это победа, то подумайте хорошенько еще раз. Дальше обычно идет спор о том, сколько у кого вообще ресурсов. Может быть Россия может нести такие чудовищные потери, может быть ее темпы восстановления намного выше, чем ее потери. И что эти потери для нее не критичны. Ответ на этот вопрос я записал вчера на видео, где я подробно рассказываю, что у России с ресурсами и что вполне возможно, что к 2026 году с таким уровнем потерь ей просто будет нечем воевать. И это все, я напоминаю, за 2000 квадратных километров. При том, что, например, территория Донецкой области 10 тысяч квадратных километров. А про территорию всей Украины я вообще молчу. Делает ли это от этого как-то жизнь украинцев проще? Становится ли от этого теплее в домах зимой? Становится ли от этого менее горестно терять родных и близких? Конечно, нет. Конечно, независимо от того, как успешно Украина наваливает Россию и какие большие потери несет Россия, украинским гражданам от этого ни разу не легче. И поэтому без всякого шапкозакидательства, но и без пораженчества я прошу вас просто адекватно воспринимать происходящее, не вдаваясь к крайности. И вообще меньше задумываться о том, что будет, и больше задумываться о том, чем вы можете помочь. Что касается других направлений, честно говоря, каких-то серьезных изменений по большому счету я не вижу. То есть мы видим попытки перерезать на двое группировку Оскола, где там кругляковка и все такое. Но опять же, об этом мы с вами обо всем говорили. Вообще есть такое смутное ощущение, что как-то поддерживать тот темп, который был до этого на всех направлениях у России получается либо с трудом, либо не получается вовсе. Однако вот Дипстейт, например, пишет, что к югу от Максимильяновки российские войска сосредоточили усилия на штурмах, чтобы добраться до восточных окрестностей Курахова. Канал приводит видео, где Леопард 2А4 33-го МСБР поражает российский БТР на этом самом участке. Теперь давайте поговорим про российские войска. Что с ними происходит? Там много довольно интересных историй. Одна из них это про ничтожность и трусость российской ВКС. Вы, наверное, помните, как было опубликовано недавно в телеграм-канале Fighter Bomber, одним из основных Z-каналов про авиацию, жалоба на бомбе. Ну, то есть там прямо на бомбе с УМПК была большая жалоба, что, собственно, не получают выплаты летчики. И там Z-каналы и организировали, вот, смотрите, даже бомба жалуется, вы не сможете ее наказать, ведь это бомба. Они недооценили российских командиров. И сокливость российских летчиков. Об этом пишет Fighter Bomber и подробно рассказывает, что было дальше после того, как три дня назад бомба появилась в телеграм-каналах. Сегодня пишет он, увы, не про Лаос. Сегодня про рабочие будни наших ВКС. Короче, после того, как бомбе стало терпеть невмоготу, и она четко и понятно подсказала о том, что отдельно стоящие штабы и начальники не владеют полной информацией о происходящем вверенных им войсковых подразделениях, не знают текущих муст и чайней бойцов и занимаются привычным обманом и введением в заблуждение своих непосредственных командиров, докладывая о том, что все хорошо, проблем нет. Эти самые верхние командиры начали разбираться. И третьи сутки пылают станицы. Подготовка к боевым вылетам пошла на... Все пишут объяснительные. Так как наверху, как известно, не дураки сидят, эти самые не дураки опознали в бомбе на фото ФАП-3000 с УМПК, с чем немедленно доложили своему руководству. Эту бомбу применяют только одно всем известное подразделение, которое немедленно подверглось эпичной ебле на протяжении примерно 8 часов, в течение которых подразделение со слезами на глазах уговаривало не дураков наверху разуть глаза, какого-нибудь спросить, кто мог бы им подсказать, что на фото массовая ОФАП-250 с УМПК, которую применяют нынче все поголовно. Каким-то чудом у них всего лишь через сутки это получилось. Дальше дело техники. Не найдя преступников, по традиции они были немедленно назначены. Преступником и стал экипаж, который никакого отношения к этим надписям не имел, о чем и заверил документально в виде объяснительных. Но так как преступника давным-давно уже надо было предоставить, на эти все мелочи мамкины разбиральщики забили их. Экипаж от полетов, боевых действий отстранен и через пару дней должен предстать предсветлые очи самого. Тем временем из зала подсказывают, что невыплаты обнаружены уже в двух воздушных армиях, не считая пехоты, про которых никто и не вспоминал в разборках, что помимо бомберов доплату не получали и штурмовики. Но невыплаты это другое. Там скорее невыплаты расследователей выяснили, а не их. Поэтому за то, чтобы ВКС, а может и во всей армии военнослужащие стали получать положенные денежные выплаты, в жертву принесен экипаж бомберов «Летех». Я надеюсь, найдутся представители военной прокуратуры, войны и контрразведки, которые хотя бы поговорят с этим экипажем до и после беседы, чтобы оценить масштабы эпичности проведенного расследования ужасного преступления. А надпись появилась сама. Иконы же мира точат. Чем бомба хуже? Конечно, наши военные будут выполнять поставленные задачи без этих выплат. И вообще бесплатные. Даже сами местами платят, чтобы их качественно выполнять. Но ведь так быть не должно. Разумеется, я вам подскажу, если вдруг все закончится хорошо. Ну и если все закончится как обычно, тоже подскажу, пишет Файтер Бомбер. Поэтому, как вы видите, у российской армии есть как минимум одна стабильная скрепа. Терпеть. Унижают? Терпи. Не дают выплаты? Терпи. Прессуют тех, кто не заслуживает? Терпи. Это хорошая расплата. Потому что Россия постоянно рассказывает, что и российские военные, что они воюют и воруют за какую-то честь, за какое-то достоинство. Но на поверку никакой чести, никакого достоинства в российских войсках не замечено. Помимо того, что это фашистская оккупационная армия, ну да бог с ним. Может быть, они такие, ну не знаю, украинцы не люди. Поэтому мы не будем к ним хорошо относиться. Мы будем их уничтожать. Безусловно, это людоедство, абсолютный садизм. Но это хотя бы понятная система ценностей. Типа украинцы не люди, а мы вот друг другу люди. Поэтому друг за другом мы будем стоять, а украинцев уничтожать. Такое, наверное, могло бы существовать как конструкт такого зла. Такого зла, которое друг за друга держится, но при этом, значит, ко всем остальным зло. Но нет. Они же и друг друга сдадут. Ну то есть реально, там одного за ногу потянут, все остальные его бросят, отрекутся от него за несколько секунд. Мы это видели неоднократно. Мы видели, например, Эрнаста Игудвина, где Пузик, значит, злой, остался безнаказанный и все это проглотили. Мы видим это на примере Гиркина, которого посадили и все молчат. Мы видим это на примере Пригожина, которого убили, а его ЧВКшники легли под кадыровцев, которых Пригожин презирал. Ну то есть это просто армия абсолютных трусов, абсолютных ничтожеств, без вообще какого-либо понимания чести и достоинства, даже не по отношению к условным другим людям, но и к самим себе. Вот. Поэтому как бы результат всегда один лицо, и это закономерность, а не какой-то отдельно взятый инцидент. Например, вы же помните видео, которое я делал про российских солдат, записавших ролик, где они говорят, что типа вот мы отказываемся выполнять приказы, потому что нас бросают, хрен пойми на что, пьяный командир отдает приказы, из которых мы там все погибаем, 90% наших побратимов там или как там погибает. Поэтому мы не будем это выполнять, и вот стоят взрослые мужики в разгрузках, с оружием и так далее. Что с ними стало? Как вы помните, в видео я предположил, что они все сдохнут, потому что всегда это заканчивается одинаково. Я немножко ошибся. Затканал Инсайдер ЗОВ, который репостит Максим Калашников, тоже Затканал, сообщает о судьбе российских военных, запишавших обращение, на котором они отказались выполнять приказы. Вот что там написано. Многие из вас видели это обращение. Если у кого есть связь со служивцами парней на видео, просьба сообщить мне в ЛС. По имеющейся информации, парней посадили в яму, и в живых остался один. Один среди всех, кто на видео обнулили по приказу командира 67-й дивизии 25А. Белоусов, прокуратура, это тоже молча схаваем и позволим так продолжать обнулять своих? Если это неправда, и парни живы, покажите видео с ними, призывает этот Затканал, который репостит верифицированный Затканал Максим Калашников. То есть, я был не прав в том, что они сдохнут все. Сдохли все, кроме одного, но думаю, в ближайшее время разберутся и с ним. Это, опять же, почему так легко делать эти прогнозы и предсказания по российским военным? Потому что это всегда так заканчивается. Никогда еще, когда российский военный говорил, разберитесь, пожалуйста, там обоссыть и только не бейте, да, в таком случае этот человек будет и обоссан, и сбит. Ну, в конечном счете убит. Потому что это не баг, это фича. Ну, то есть, это так и задумано. Дисциплина. Знаете как? Вот много обсуждается, что украинские мобилизованные дезертируют чаще, чем вот эти российские контрактники, зэки и так далее. При этом в российской армии тоже довольно большое количество сочей, то есть самовольного оставления частей, но в украинских частях больше. Почему? Очень простая причина. Дело в том, что в российской армии дисциплина построена на страхе. То есть там провинившихся или просто тех, кто не нравится, да, там, сажают в яму, их обоссывают, их сослуживцы, их насилуют, их приковывают к деревьям, их приковывают к батареям, им простреливают ноги и так далее. Их не кормят, не поют и всячески над ними издеваются. Ну, и в крайних случаях, или даже не в крайних случаях, когда командира в настроении обнуляют. Это не преимущество. Это чудовищно, абсолютно. Но с точки зрения дисциплины это работает. С точки зрения дисциплины такое запугивание дает свои плоды. Такое запугивание в итоге приводит к тому, что у вас огромное количество людей идет в штурм, где они точно сдохнут. Что Эрнест и Гудвин, которые рассказывают, что их командир, там, вражеский агент и все такое, послушно берут автоматы и вместо того, чтобы направить на этого самого командира, они с этими автоматами идут подыхать. Вы спросите, а почему же они не выстают против этих командиров? Вопрос хороший. Ну, то есть такая выученная беспомощность, наверное, которая после пыток и всего остального выбивает в них из головы мысль, что можно как-то сопротивляться, превращая их просто в таких животных, которые способны только к подчинению и облизыванию сапога начальника. Нет, бывают случаи, бывают случаи сопротивления, когда командиров убивают и так далее, но они либо довольно редки, либо мы про них довольно мало знаем. По итогу, в российской армии, независимо от рода войск, будь то ВКС, будь то пехота, штурмовики, бывшие заключенные, как правило, речь идет о тех, кто терпит, терпит все эти побои, издевательства и готов вот стать пушечным мясом, потому что его запугали в достаточной степени. Я это рассказываю для двух целей. Первая цель, это чтобы вы не попали в эту российскую армию. Вы хотите оказаться на месте вот этих ребят? Вы хотите оказаться на месте летчиков, значит, которых наказали за то, что какие-то другие летчики написали жалобу на бомбе? Вы хотите оказаться даже... Уже я не говорю про то, что готовы ли вы стать убийцами, готовы ли вы стать частью фашистской оккупационной армии? Окей, мы поняли, что все, у кого был какой-то моральный компас, уже держатся от армии подальше. Но вы готовы стать вот этим, расходником, который убьют? Вы готовы стать тем, кого будут обоссывать в яме? А если готовы, ну, как бы это ваш выбор. Если нет, то имейте в виду, что это массовая практика. А второе, это чтобы понимать, какой враг перед нами, чтобы понимать, из чего это состоит, чтобы понимать, какие действия могут быть эффективными, какие не могут быть эффективными. Важно знать своего врага, преимущества российской армии, потому что это затюканные, запуганные солдаты, которые не имеют никакого чувства собственного достоинства, поэтому взывать к нему довольно проблематично. С другой стороны, это открывает и некую дорогу на перспективу, потому что в случае, если такие рабы буквально начинают сопротивляться, если такие рабы готовы поднимать какое-то восстание, то обычно оно может вот прям волной таким образом подняться. Собственно, революция 1917 года явный тому пример. Поэтому смотрим на это, имеем это в виду, держим в голове. Если вы пропустили видео, которое было про этих солдат, очень его рекомендую, в последнее время вообще очень много видео появляется, где, собственно, российские солдаты жалуются на тельные условия службы в российской армии и на то, что с ними делают командиры. Ну и чтобы не пропускать видео, чтобы у вас не замедлялся YouTube, напоминаю, что я лично делаю VPN. NVPN, вот вы видите, он изображен, так сказать, на моей рубашечке. Это его логотип. И, собственно, NVPN позволяет обходить любые блокировки. Блокировки Дискорда, блокировки того, что они планируют еще блокировать. Ну, то есть, я не знаю, я думаю, что в будущем количество блокировок будет расширяться. А Роскомнадзор активно борется с VPN-ами. 197 они отсчитались, они уже заблокировали. Мой заблокировать у них не получается, но так и задумано. Там у него необычная система установки, ровно для того, чтобы Роскомнадзор не смог ничего с ним сделать. Поэтому покупайте мой VPN. По ссылкам в описании это можно сделать. С российских карт, зарубежных карт, вообще неважно с каких. Вы его покупаете, вы его устанавливаете и все. Забываете вообще о любых ограничениях, о смедлении Ютуба и обо всем на свете. Если появляются какие-то вопросы, пишите там в поддержку. Там сидят люди, которых я ориентирую на то, чтобы они вот прямо разжевали все и помогли вообще любому человеку, независимо от возраста, степени вовлеченности в вопросы VPN и так далее. Поэтому покупайте мой VPN и тем самым вы еще и мой канал поддержите. Если вы хотите просто финансово поддержать канал, для вас есть сервис Patreon, ссылка на него в описании. Я надеюсь, что мы уже близки к тому, чтобы провести стрим с игрой Барк Фигеля на Патреоне. У меня есть такая идея фикс. Надеюсь, мы скоро это сделаем. Вот, в общем, таким образом вы можете поддержать канал, и он будет продолжать работу, потому что ваша поддержка позволяет мне остаться независимым, там, не знаю, не брать деньги каких-то олигархов, не брать гранты. И, короче, вот, ну вы, вы это вот те, на ком держится канал и кто является его единственным источником финансирования. За что вам большое спасибо. Ну, а мы продолжаем. Собственно, когда я говорю, что много видеозаписей появляется, я не лукавлю. Прямо типа за неделю, но типа видосов по 5-6 появляется. Вот телеграм-канал «Не жди хорошие новости» опубликовал видео, на котором бывший старший разведчик в отряде «Шторм» 19-го танкового полка 25-й армии, военная часть 123-22, именно ее называли бойцы, кстати, записавшие вышеупомянутое обращение, про которое я говорил. Виталий Дегтяренко утверждает, не называя фамилии и имена, что за отказ выполнять приказ, командир полка с позывным «Пионер» обнулил его сослуживца. Несудебную расправу осуществляли, по словам Дегтяренко, бойцы с позывными «Фенич», «Сказка» и «Никель». Как он утверждает, были убиты ЛС, Прог, Малой, Доломит, Горилла, Масяни, Хаммер. Дегтяренко заявил, что поскольку он был свидетелем этих событий, его также хотят обнулить, поэтому из-за угрозы его жизни он принял решение покинуть ЛБС. Дегтяренко подчеркнул, что одного из военнослужащих, командира батальона с позывным «Атлас», обнулил лично. Помимо всего этого, как утверждает мужчина на видео, по приказу «Пионера» ему не выплатили компенсацию за ранение, аргументируя это тем, что он за три дня не убил ни одного врага, но при этом сам получил ранение в результате атаки дрона. Так что российская армия, чем больше она наступает, чем больше непрофильных людей кидаются в штурмы, чем больше российская армия захватывает на бумаге, чем больше ей нужно захватывать в реальности после этого, тем больше они несут потерь. И чем больше мы видим этих историй, в рассказах о которых фигурирует обнуление, уничтожение российских солдат собственными командирами, а не врагом и так далее. Еще одна тайна тысячелетия раскрыта. Илон Маск. Я неоднократно говорил, что его надо сажать за госизмену. Я на этом настаиваю, имею на это право, потому что я американский гражданин, и имею право говорить такое про другого американского гражданина. Да и даже если бы не имел. Короче, выяснилось вот что, что миллиардер Илон Маск с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с Владимиром Путиным. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на несколько действующих и бывших чиновников США, Европе и России. Они с Путиным обсуждают личные темы, а также деловую и геополитическую напряженность, пишет газета. В октябре Маск выступил в Твиттере с мирным предложением по Украине. Его инициатива, включая продолжение оккупации Крыма и нейтралитет Киева. И в этих предложениях было еще много тезисов российской пропаганды, буквально вплоть до того, что Крым — это ошибка Хрущева. С тех пор, как рассказали Wall Street Journal бывшие действующие источники в разведке, Маск и Путин стали поддерживать регулярные контакты, которые продолжились и в 2024 году. Один раз Путин передал Маску просьбу председателя КНР Си Цзиньпиня, не включая спутников в интернет Starlink над Тайванем, сказали Wall Street Journal два источника. Эту просьбу он озвучил в конце 2023 года, сообщил бывший российский разведчик. Starlink до сих пор не предоставляет услуги связи в Тайване. На сайте компании говорится, что обслуживание в регионе начнется скоро. Кроме того, после 2022 года Маск общался с поставленными чиновниками Кремля, пишет газета. Среди них был первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, сказали газете два источника. И это, ребята, называется госизмена. То есть, когда вы по просьбе врага вашей страны, врага союзника вашей страны, буквально военного преступника, который вызвал Международным уголовным судом, когда вы ведете с ним прямые переговоры и по его просьбе помогаете главному геополитическому врагу США, которым является не Россия, а Китай, безусловно, это называется госизмена. Особенно, когда у вас при этом есть госконтракты и доступ к тайне, которые есть у Илона Маска, который сотрудничает с Пентагоном. Это, честно говоря, я в шоке, что до сих пор это не привело ни к каким уголовным делам. Я думаю, что ключевая здесь вещь – это то, что выборы сейчас надвигаются. И понятно, что при победе Дональда Трампа ни о каком уголовном преследовании Илона Маска речи быть не может, потому что Дональд Трамп четко сказал, что он будет сажать тех, кто ему не нравится, а кто ему нравится, тех сажать не будет. То есть у него там такие явные фашистские замашки. И очень я надеюсь, что еще одна веская причина, почему я бы хотел, чтобы Дональд Трамп не победил, это, конечно, посадка Илона Маска, потому что Илон Маск – это уже третий залет его. Значит, один из них – это когда он отключил Старлинки для безэкипажных катеров украинских, которые поплыли в атаку на российские корабли в Крыму. И целенаправленно Илон Маск отключил им интернет, чтобы невозможно было управлять этими катерами, атака сорвалась. Еще один залет – это, соответственно, переговоры с Владимиром Путиным. Есть конкретное положение, которое запрещает это. В американском законодательстве третья – это лотерея, которые сейчас проводят, такое, знаете, прям российские вайбы мощные. Помните, у них была лотерея, типа, разыгрываем автомобиль или что-то такое. Он проводит лотерею, разыгрывает по миллион долларов в день среди избирателей Дональда Трампа. Это, безусловно, противоречит духу закона. Это такой подкуп достаточно ощутимый мне кажется. Ну, то есть, условно, ты хочешь миллион долларов, поэтому ты там приходишь к сторонникам Дональда Трампа, присутствуешь на этих мероприятиях, да, там, с ними общаешься и так далее. Ну, то есть, наверное, формально его юристы могут как-то пытаться обойти это, но в Соединенных Штатах суд и Министерство юстиции, они смотрят, что называется, на дух закона, а не на форму. Там прецедентное право. Поэтому я думаю, что вполне себе и обвинение в подкупе избирателей он может получить. Вот. Я в шоке. Ну, то есть, правда. То есть, я как бы говорил, что Илон Маск, купленная Путиным, значит, пропагандистская проститутка, но... Ну, то есть, что мог Маск обсуждать с Кириенко? Кириенко — это история не про геополитику. Кириенко — это история про пропаганду буквально. То есть, мое уже предположение, вот сейчас то, что я вам описывал, это факт, и теперь мое предположение. Мое предположение, что он с Кириенко буквально обсуждал, какие нарративы проталкивать в Твиттере, да. И, ну, это все чудовищно абсолютно. То есть, Илон Маск, которого запугали ядерным оружием, который тоже трус, ему бы в российский ВКС, наверное, пойти, значит, продал и предал все и всех, включая непосредственно интересы Америки, и более того, пошел на поводу у Си Цзиньпини. Вот это для американцев должно быть самое яркое. Ну, то есть, типа, когда у тебя твой, значит, ну, какой-либо важный деятель, да, идет, просто помогает Китаю в их, ну, фактически, агрессии против Тайваня. Ну, это безумие, это реально госизмена. Я не знаю, как по-другому это назвать. Вот, поэтому, как бы, немножечко начинается приоткрываться все потихоньку, завязывая тайны, все тайное становится явным, но здесь стало явным довольно быстро. Вторая история, связанная с Соединенными Штатами. Как вы помните, Соединенные Штаты очень боятся эскалации в Украине во многом, потому что боятся, что Россия будет помогать, например, Хуситам. И вот очередной сюрприз, которого никто не ожидал, говорю я саркастически, что Россия уже передавала йеменским Хуситам спутниковые данные для ударов по торговым судам в Красном море, пишет Wall Street Journal. Об этом сообщает издание со ссылкой на источники. По данным журналистов, данные с российских спутников передавались через членов Корпуса Стражи Исламской революции Ирана, которые были внедрены в ряды Хуситов Йемени. Собеседники Wall Street Journal рассказали, что эта информация позволила Хуситам расширить масштабы своих ударов. Эта помощь, о которой ранее сообщал, показывает, как далеко готов зайти Владимир Путин, чтобы подорвать возглавляемый США западный экономический и политический порядок, отвечает издание. Я просто напомню, извините, что именно этого боялись США, именно этого они боялись в эскалации. Ну и какой еще нужен пример, чтобы продемонстрировать, что эскалация происходит не когда вы показываете силу, а когда вы показываете слабость. Что Путин будет пользоваться любым шансом, когда он не думает, что будет ответ для него. Слабость, которую демонстрирует Запад, приводит к эскалации, а не наоборот. Когда Запад демонстрирует силу, Владимир Путин отступает. Я не знаю, что еще должно произойти, чтобы они не поняли. Это буквально, Россия буквально помогала атакам на торговые суда, связанные там с Западом. То есть они буквально парализовали удобную торговлю через Красное море. Это сделала Россия и Владимир Путин до даже всякого обсуждения про дальнобойные удары по территории России. Извините, излишне эмоционально понимаю, но как бы я не понимаю, что это за говно в мозгах у западных политиков, особенно у Соединенных Штатах. Ну то есть просто риск менеджмент ниже Плинтуса. Просто ну окей, вы не понимаете, что такое Россия, вы не понимаете, что такое Путин, вы не понимаете, что такое агрессия и диктаторы, вы не понимаете, как с ними... Ну наймите специалистов, их немало. Наймите исследователей, в том числе гитлеровского режима, наймите огромное количество think tank, которые рассказывают, как устроят диктатор, почему нельзя мерить по себе, почему Россия готова на эскалацию, почему Китай готов на эскалацию, почему КНДР готов на эскалацию, почему Иран готов на эскалацию, они не будут ждать, пока вы что-то сделаете. Наоборот, чем меньше они чувствуют, что будет наказание, чем меньше они чувствуют, что будет ответные действия, тем больше они будут делать для того, чтобы вам навредить. Сколько еще нужно, чтобы человек убил Россию, прямо или косвенно, для того, чтобы Запад вынул голову из жопы, не говоря уже про Украину, где просто Россия 10 лет уничтожает людей.